Музыка Сандов это не игрушка и это не ивент. Это первая в мире открытая кибербитва за ресурсы цифрового виртуального города, где силы атакующих, хакеров и защитников сходятся вместе для того, чтобы побороться за сам город. То есть, представляешь, есть город, в нем есть железная дорога, банки, в нем есть парк развлечений, в нем очень много разной инфраструктуры, которая обеспечивает нашу с вами комфортную жизнь или нашу с вами безопасность. Так вот, стендов как раз позволяет посмотреть, насколько злоумышленники могут причинить вред, ущерб всей этой городской инфраструктуре, понять, каким образом они это делают, и тем самым избежать вот этих вот рисков нашей реальной жизни, сделать нашу жизнь безопаснее. Сломали практически все. Ну, то есть, у нас сработало больше, чем 30 разных рисков, заложенных в инфраструктуру города. Это более 50% всех рисков, которые сюда заложены. Сломали нефтехимический завод. У нас несколько раз был выброс ядовитых газов в атмосферу. По-моему, раза 4 или 5. Сломали нефтедобывающую компанию. То есть, остановили 6 нефтекачек, которые обеспечивали добычу нефти, а также взломали нефтехранилище. И тем самым нефть, которая переполнила нефтехранилище, вылилась через эти цистерны, и произошла экологическая катастрофа. То есть, она развелась в озеро. Это огромная проблема для экологии. Взломали систему развлечений, парк развлечений. То есть, колесо обозрения, которое установлено в нашем парке, сломали так, что оно покатилось просто. Ну, представляешь, что может произойти в реальной жизни. Сломали телерадиокомпанию. По городу установлено несколько билбордов, которые показывают рекламу. Соответственно, злоумышленники, получив доступ к этой системе, смогли показать там свой контент. Разные риски сработали в городе, и тем самым мы посмотрели в практике, что может произойти. Появилась возможность довести инцидент до самого конца. То есть, не просто взломать веб-сервер какой-то, или взломать какой-то e-mail, а вот прямо посмотреть, что может произойти в результате. И мы, поняв всю цепочку инцидента, теперь можем понять, каким образом предотвратить это в реальной жизни. Это бесценное знание. В нашей кибербитве участвуют около 250 экспертов. Это 29 команд Red Team нападающих, и 6 команд защитников. Команды нападающих совершенно разного профиля. Это разные, это в основном whiteheads, то есть люди, которые профессионально занимаются информационной безопасностью. Но, в принципе, нам интересно участие разного рода команд. Ведь чем мы видим все через единый центр мониторинга за инцидентами, и чем больше мы видим разного рода взломов и шаблонов поведения атакующих, тем лучше мы их понимаем, и тем лучше мы знаем, каким образом сделать правильную защиту. Конференционная часть шла так же, как и кибербитва. Шесть дней. Это были технические доклады от ребят совершенно из разных стран, и огромное спасибо всем тем, кто принял здесь участие. Все, что было снято, всю экспертизу, которую мы получили на кибербитве, она сохранится на нашей платформе Standoff 365, которую мы хотим сделать как площадка, информационная и дискуссионная площадка по теме IT и ИБ. То есть люди, эксперты в области IT и информационной безопасности увидят весь тот контент, который у нас был отснят за это время, и люди, в принципе, интересующиеся цифровым миром, смогут увидеть для себя тот контент, который был отснят. И мы планируем продолжать пополнение информации вот этого источника, мы планируем его развитие. Standoff для меня — это прежде всего вызов себе. Смогу я это, не смогу, но так страшно, но вообще вот очень страшно. Это, во-первых. Во-вторых, каждый из людей, который принимал участие вот в этом Standoff'е, кто-то отвечал за онлайн-площадку Герман Холмов. Он сделал весь онлайн. Ну, то есть без этого не состоялось бы Standoff'а. Вика Алексеева отвечала за организацию всего того, что мы здесь видим. Андрей Бершацкий и Денис Баранов отвечали за идеологию, каким образом должна быть организована сама игра. Михаил Помзов, Михаил Левин. Ну, то есть я могу перечислять эти имена очень долго. Ребята действительно вложились, и поэтому для меня это вызов. Для них, я думаю, это также вызов. И самое важное, что нигде в мире, нигде в индустрии то, что мы сделали сейчас, не повторялось. Мы ни за кем не повторяли и онлайн, и саму кибербитву, и этот макет, и все соревнования. Мы сами придумали, этого нигде больше нет. И это огромная возможность для реализации собственных идей, задумок, фантазии. Огромное поле для творчества.